Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня я хочу поделиться с вами на тему смущения в пророческом лагере Америки. Людей учат неправильным теориям. Пророчество — это то, что подлежит истолкованию. И в нем есть очень прямые, конкретные детали, хотя и не даются точные сроки. Из истории мы знаем, что этих событий на самом деле еще не произошло, и в духовном мире этого тоже еще не произошло. Вот вам пример неправильного истолкования некоторых предсказаний. Во-первых, во втором послании Фессалоникицам, второй главе, втором стихе, Павел говорит, «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, будто уже наступает День Христов». Павел написал первое послание Фессалоникицам, и во всех пяти главах этого послания мы видим стихи о пришествии Господа. Но кто-то от лица Павла написал им еще одно послание, в котором заявил, что Господь уже вернулся на землю, поэтому уже слишком поздно. Павел говорит им, «Пусть вас не смущают эти слова, потому что это ложь. Вы прекрасно знаете, что я говорил вам о Дне Господне». Поэтому во Дне Павла было такое учение, что Господь уже пришел, хотя на самом деле этого еще не произошло. Второе послание Тимофею, вторая глава, говорит о тех, кто отступил от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Кто сеял такое неправильное учение? Павел назвал их имена, это были имени и филит. Эти два человека убеждали народ в том, что воскресенье мертвых уже произошло. Почему они так говорили? После того, как Иисус умер на кресте, они видели, что по улицам ходили воскресшие. Они подумали, что это и было то самое воскресенье. Но это были всего несколько человек? Ожидаемое воскресенье мертвых, как таковое еще не произошло. Мы видим в Новом Завете два случая, когда люди неправильно истолковали пророческие мысли. Их учение было неверным. Они могли быть искренними, но в своей искренности все же были неправы. Даже в 21 главе Иоанна, когда сам Иоанн говорит, что Иисус сказал Петру об Иоанне, что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Но Иисус не сказал, что он не умрет. Но что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду? Ну, первая церковь могла построить на этом доктрину. Но если разобраться, Иисус не дал такое обещание Иоанну. Сам Иоанн говорит нам, что Иисус не это имел в виду. Мы сегодня рассмотрим с вами три-четыре примера неправильных истолкований того, о чем учит Библия. И начнем мы с самого противоречивого вопроса. Сегодня звучит мысль о том, что Вознесение Церкви — это лжеучение. И второе лжеучение состоит в том, что Антихрист уже был на этой земле и даже уже умер, и было это еще в первом веке. Также ходит ложное учение о том, что в будущем не будет великой скорби, и что она уже была в то время, когда был разрушен храм. Четвертое лжеучение. Некоторые печати из книги Откровения уже открыты, и мы находимся на ранней стадии скорби. Если вы таких лжеучений не слышали, значит, вы просто не заглядываете на сайты в интернете. Но поднимите руку те, кто слышал какое-то из этих лжеучений в последнее время. Это потому, что эта аудитория интересуется темой пророчества. Поэтому вы в курсе. Я уверен, что здесь находятся пророческие люди. Один мой друг прислал СМС. Он переслал мне сообщение со своего Фейсбука. Один человек написал ему, «Я отписываюсь от вашей странички, потому что никакого Вознесения Церкви не будет». Сам Иисус об этом говорил. Вот это да. Сам Иисус об этом говорил, да? Всякий раз, когда в своих программах я использую термин «Вознесение Церкви», вы не представляете, сколько дневных писем я получаю после этого. Письма от христиан, а не от неверующих. Они говорят, что я еретик. Они проклинают меня. Говорят, мы надеемся, что вы попадете в ад после смерти. Они говорят, что я обманываю людей, и они умрут и пойдут в погибель, и что однажды Бог спросит меня за то, что я проповедую лже-доктрину. Простите, но я не могу себе представить, что Бог упрекнет меня за то, что я призываю людей жить правильно, потому что Иисус грядет. Это просто как-то нелогично. Поэтому сегодня мы поговорим об этих четырех лже-теориях, которым учат люди, выступающие против Вознесения Церкви. Во-первых, по их словам, они не видят в английском переводе Библии термина «Вознесение Церкви». Они считают, что сама эта мысль возникла в 30-х годах XIX века на молитвенном собрании. И потом она распространилась через книгу. Джон Дерби из Плимутского братства учил о возвращении Иисуса Христа до наступления Тысячелетнего Царства. И перевод Библии, которым сейчас пользуется Баптистское братство, был сделан в соответствии с его учением. Якобы, поскольку в оригинале Библии нет термина «Вознесение Церкви», значит, все это неправда. По их мнению, вся эта теория родилась в 30-х годах XIX века. Безумие. Это все равно, что сказать, что Библия не говорит об оправдании по вере. Это все идеи Мартина Лютера. Мартин Лютер проповедовал праведной верою «жив будет». Но он взял это из Слова Божьего. Я не просто говорю «слова», я ссылаюсь на Слово Божие. Давайте начнем с термина «Вознесение Церкви». Люди пишут мне гневные замечания. Зачем вы используете термин, которого даже нет в Библии? Во-первых, это богословский термин. Он описывает не просто события, но само действие. Люди в гневе, что мы используем этот термин, но он описывает само действие, что сделает Иисус, когда будет его пришествие. Ветхий Завет написан на иврите и также отчасти на арамейском языке. Как, к примеру, книга Даниила. Новый Завет написан на греческом языке Коэна. Вам необходимо понять, что при переводе некоторых отрывков на английский с иврита, с арамейского или с греческого, в английском языке может стоять одно и то же слово, а в иврите или в греческом это могло быть три разных слова с разными значениями. Самый легкий пример — слово «сила». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это греческое слово «дунамис». «Се, даю вам власть наступать на всю силу вражию». Это слово «эксусия». В одном месте — это энергия и чудотворная сила, а в другом — власть и авторитет. Это два разных вида силы, но в английском в обоих случаях стоит одно и то же слово. Делая перевод, подбиралось наиболее подходящее по смыслу слова. Я дам вам список богословских терминов, которые мы используем постоянно, но в Библии они не встречаются. Во-первых, термин «троица» — «Отец», «Сын» и «Дух Святой». Мы называем их «троицей». Мы называем тысячелетнее царство «миллениум». Мы взяли этот термин не из Библии, просто слово «миллениум» означает «одна тысяча». Второй адвент — «возвращение Христа на землю». Мы не видим данного термина в Писании, но все же мы его используем. А теперь вообще интересный факт. В любой церкви в Америке говорят о демонах, даже в тех церквях, где не верят в Вознесение Церкви. В переводе Библии 1611 года вообще нет слова «демон». Есть корень слова «одержимый». В староанглийском это звучит как «демонизированный». Но это нас не смущает. Мы все употребляем слово «демоны» в своих богословских разговорах, и это нормально. Демоны действительно существуют, но я подчеркиваю, что само слово «демоны» в английском переводе Библии не встречается. Отступничество, бунт, отхождение от истины, духовенство — этих слов нет в Библии. А мы называем духовенством проповедников и священников, апостолов и учеников. «Эсхатология» — изучение предсказаний о последнем времени. Нет слова «эсхатология» в английской Библии. Есть только слово «эсхатас». Вы заскучали или вам интересно? Мы еще не добрались до самого интересного. Мы только начинаем. «Непогрешимый». Что значит, что Библия безошибочна? Каждый баптистский, пятидесятнический или харизматический пастор говорит в проповедях, что Библия — непогрешимое Слово Божие. Слово «непогрешимый» в английском переводе нет. Но, несмотря на это, Библия — это непогрешимое Слово Божие. Нет ничего плохого в том, что мы используем это слово. Следующее слово — Евхаристия. В католических церквях этот термин используют для хлебопреломления. Мы, протестанты, используем слово «причастие». Что такое «теофания»? Этот термин используют для описания появления Иисуса в Ветхом Завете. Особенно в книге Даниила, когда повествуются о Сыне Человеческом. Итак, я перечислил вам где-то 10 терминов, которые мы с вами используем, и при этом ни одного из них мы не находим в переводе Библии. Те люди, которые не верят в Вознесение, и пишут мне дневные письма о том, что термина «вознесение церкви» не существует, каждый день употребляют слова, которые я вам перечислил. Но этих слов в Библии нет. Что я этим хочу сказать? Несмотря на то, что некоторые богословские термины, которые мы используем, действительно взяты не из Библии, но значение, которое они несут, взяты из Библии. К примеру, слово «миллениум». Самого слова в Библии нет, но оно означает «тысячелетнее царство Христа», о котором мы читаем в 20 главе книги «Откровения». «Тысяча лет» означает «миллениум». То есть некоторые люди относятся к разным терминам избирательных. Одни их принимают, а другие с ними не соглашаются, они придираются к тому, что данного термина в Библии нет, но в то же время используют другие термины, которых также нельзя найти в Писании. Для Вознесения в английском мы используем термин «рапче». Это означает «быть поднятым в радость». Даже была такая старая христианская песня «Моя душа полна рапче». Ведь Христос грядет. При этом «рапче» означает «подниматься в радость». Иероним перевел Библию с греческого на латынь и использовал термин «рапче». Вот что означает этот термин на латыни. «Я забираю» или «Я похищаю». Мы взяли латинский термин для того, чтобы передать в нашу английскую Библию его значение. Это вызывает еще один спор. Люди утверждают, что термин «рапче» не библейский. Он был заимствован католиками, когда святой Иероним переводил Библию. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, «Сретение Господу на воздухе». И так всегда с Господом будем. Слово «похищены» или «восхищены» — это и есть слово «рапче». Если вы понимаете, о чем я, и если вы верите в Вознесение Церкви, о котором говорится в Первом Послании Фессалоники, в 4 главе, тогда я за вас рад. Если мы опустим само слово и возьмем лишь концепцию, которая означает это слово, то смотрите, что говорит Иисус в 14 главе Иоанна 3 стихе. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». В 4 главе 17 стихе Первого Послания Фессалоникицам нас интересует слово «восхищены». То, что я собираюсь сейчас вам показать, на самом деле очень интересно. Я так глубоко об этом еще никогда в жизни не проповедовал. Вы рады что-то услышать впервые? В программе «Манофест» вы слышали, как я цитировал слова Павла из Первого Послания Церкви в Салониках, что в Греции. Он использовал термин «восхищены». Это греческое слово «харпаза». Мы посмотрим мнение эксперта греческого языка, чтобы никто не сказал, это всего лишь мнение Перри Стоуна. Давайте посмотрим пояснение Кеннета Виста. Кеннет Вист – один из ведущих экспертов греческого языка. Все пасторы, которых я знаю, из любой динаминации используют комментарии и пояснения Кеннета Виста. По крайней мере, я имею в виду пасторов старшего поколения. Так вот, читая работы Кеннета Виста, я обнаружил, что в английском переводе «Нового Завета» слово «восхищен» встречается четыре раза. Я просто использовал поисковую систему в компьютере. Павел сказал, что он был восхищен на третье небо. В 12 главе Откровения говорится о том, что младенец был вознесен к Божьему престолу. Первое послание фессалоникицам говорит нам так. «Мы будем восхищены на облаках встретения Господу». Во всех этих четырех местах Писания стоит греческое слово «харпаза». Всякий раз, когда стоит слово «харпаза», это слово относится к тому, что кто-то был или будет вознесен на небеса. Во всех четырех случаях речь идет о том, что кто-то был или будет вознесен с земли на небо. Вист нашел очень интересные факты о значениях этого слова. «Сейчас будет весело». Толкни своего соседа и скажи, «Сейчас тебе будет весело». Итак, Вист обнаружил четыре значения слова «харпаза», подходящие к нашему контексту. Я процитирую вам самого Виста. Итак, смотрите. Первое значение – забрать силы и унести. Вист отметил это. И также я многие годы проповедую о том, что вознесение церкви подразумевает, что люди будут забраны силой. Потому что Бог обитает на третьем небе, согласно второму посланию Коринфянам, 12 главе, второму стиху. Мы живем под облаками, то есть на земле, в нижнем небе. Поднебесие или второе небо – это сатанинское царство. Там живут начальства и власти тьмы поднебесной. Согласно посланию Ефесиным, 6 главе, 12 стиху. И для того, чтобы Иисус вернулся, чтобы тленное превратилось в нетленное, понадобится всего миг. Все произойдет во мгновение ока. Но когда мы будем забраны и в воздухе встретим мертвых во Христе, все это должно произойти очень быстро. Послушайте, у нас будут духовные, а не обычные тела. В обычном теле я не могу увидеть сатану или ангела, если только Бог не откроет мне глаза. Но если я уже не в этом теле, но тленное стало нетленным, то у меня будет тело, способное видеть духовный мир. Вы со мной? Послушайте, в Ветхом Завете человек по имени Иаков сражался с ангелом. Ангел сказал ему, «Ты должен отпустить меня, потому что скоро взойдет солнце». Если бы человек в теле мог сражаться с ангелом, то сатана с удовольствием бы остановил всех святых. Он не позволил бы святым вознестись с земли. Он бы разработал план, как удержать их на земле. Сильные духи Поднебесной не пропускали ответ на молитвы Даниила. Но затем архангел Михаил сражался с сильным духом персидским и одержал над ним победу. Итак, что ожидает нас впереди? Харпаза. Мы будем силой унесены с земли. Это произойдет настолько быстро, что никакие начальства и власти не смогут этого остановить. Нас ожидает встреча с Иисусом в воздухе. С нижнего неба мы переберемся на высоту небес. И это должно произойти силой. Второе значение слова Харпаза. Согласно пояснениям Виста, «избавить от опасности и от погибели». Вы услышали? Он избавит нас от опасности и погибели. Аллилуйя! Прославьте Господа! Среди моих друзей есть те, кто верят, что Иисус придет за нами посреди скорби или даже после нее. Но что тогда делать со вторым значением слова Харпаза? «Избавить от опасности и погибели». В одном из лучших ресторанов города Шарлотт, Северная Каролина, я говорил с одним греком. У нас там было 4 недели пробуждения, и я ел в этом ресторане каждый день. Я заказывал спагетти с соусом из моллюсков. От меня пахло чесноком, а я все думал, почему люди падают. Думал, что они падают в духе. Оказалось, нет. Так вот, я попросил Дина, он родом из Греции, «Посмотреть место в первом послании Фессалоникицам, 4 главу, 17 стих». «Посмотреть слово «восхищенный». Он сказал, что в греческом это слово «харпаза». Я попросил его объяснить мне это слово своими словами. Он сказал, что «харпаза» означает «убрать с опасного пути». Я попросил привести пример, и он сказал, скажем, ребенок играет на улице. Вдруг резко едет машина. Ты понимаешь, что ребенок в опасности, и ты быстро хватаешь его за волосы и стаскиваешь с дороги. Ты резко уносишь его, избавляя от опасности. Это прекрасное описание Вознесения Церкви. Кто-то будет просто восхищен, а самых упрямых придется тащить за волосы. Итак, на что я здесь хочу обратить внимание? Если «харпаза» означает «избавить от опасности», то какую опасность мы с вами избегаем? Единственная опасность в контексте Ветхого и Нового Заветов, которую мы можем избежать, это что? Это скорбь. Итак, я покажу вам, что Библия говорит о скорби. Иисус сказал, что будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плац. В книге «Откровения» сказано, что третья часть населения Земли погибнет именно за время скорби. Поэтому, пожалуйста, уясните для себя, что второе значение слова «харпаза», и это нам говорит эксперт греческого языка Кеннет Вист, это когда люди будут захвачены и унесены от опасности. Они будут захвачены силой, но это будет необходимо, чтобы избавить их от опасности. Единственная опасность, которую мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете, это скорбь и суды Божии, которые придут на Землю во время скорби. Это очередное доказательство того, что еще до скорби церковь будет похищена. И как же это интересно! Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио- или видеоформате запись Международной конференции под шатром 2019 года. Название моей первой проповеди — божество на суде. Служение Христа было по сути атакой на греческих и римских лже-богов. А вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастером, Полоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах, и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь — «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что Вознесение Церкви — это ложная доктрина. Вера в то, что Антихрист уже пришел. Вера в то, что Скорбь уже прошла. И также учение о том, что мы находимся в первой половине Скорби. Я разоблачаю эти заблуждения. Я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть Еврейского Нового Года. Я взял языческий и Еврейский Новый Год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герменевтики, этот год соответствует бытию 48-й главе и 2-й главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 12-го года, и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 20-м году. Совершенный шторм в Америке в 20-м году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезаверия. Как повторяется, древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата. Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские и еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было движено. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также вы услышите проповеди Томми Бейтса, Джона Килл Патрика и Рона Каппентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните, и заходите на сайт, адрес которого на экране. К сожалению, у меня нет достаточно эфирного времени, чтобы поделиться с вами всем тем, что я хотел бы вам рассказать. Из получасовой программы, по сути самой проповеди, 20 с половиной минут. Именно поэтому мы предлагаем вам приобретать наши материалы и ресурсы. Закажите себе проповеди с нашей конференции прошлого года. Это была потрясающая конференция. Порой меня спрашивают, что может сделать служение по-настоящему хорошим. Я вспоминаю слова Павла, когда он говорил о дарах. Он говорил, что это должен быть дар, который в данное время является наиболее актуальным. Если в зале собраны люди, страдающие от болезней, то для них пророчество не стоит на первом месте. Им нужно служение полной силы для чудеса исцеления. А если в зале люди, которым важно узнать волю Божию для их жизни, то их интересуют не только чудеса исцеления. Они нуждаются в слове знания и в слове мудрости. Я также хотел бы объяснить вам разницу между тем, что называется проповедью о пророчествах и пророческим посланием. Первое — это когда непосредственно идет речь о каком-то библейском пророчестве. Послание — это передача того, что сейчас говорит Бог и что Он говорит о будущем. И это не обязательно связано с каким-то библейским предсказанием. Я называю это актуальным словом от Бога. Хочу, чтобы вы знали, что цель программы «Манафест» не в том, чтобы принести вам какое-то короткое послание, но принести вам актуальное слово от Бога на данный период времени. Мы транслируем проповеди из наших туров и также из студии. Мы с самого начала знаем, на каком моменте нам придется прервать проповедь. На конференции, к примеру, проповеди длятся примерно 70 минут. Вы же получаете где-то 22 минуты сокращенную версию послания. Это отвечает на следующий вопрос, который мне часто задают. Зачем вы вырезаете фрагменты из проповеди? Отвечаю. Эти программы транслируются в самых разных уголках планеты. Эти программы смотрят в странах бывшего Советского Союза, Израиля, на Среднем Востоке, Индии, Индонезии. Как сказал Иисус, мы должны быть мудры, как змеи и просты, как голуби. Нужно мудро выбирать, что можно показывать на телеканалах мира, а чего нет. Если вы приедете к нам на конференцию, а их в этом году будет множество, и в Джексоне, и во Флориде, и на Гавайях в феврале, конечно же, мы будем в этом году в Монтане и в Южной Дакоте. И когда мы приезжаем на эти служения в разных городах Соединенных Штатов, люди могут услышать актуальное слово, которое не прошло редакцию. В телеверсиях мы редактируем послания, а на служениях вы вживую слышите полную версию. Мой друг, пастор в Бирмингеме, представляя меня в своей церкви, и говорит, «Пэри Стоун, тебе дается полная свобода действий». Когда вы лично приезжаете на конференцию, вы можете услышать слово таким, каким оно звучит в помазании, «Как ведет меня Дух Святой». Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, новые партнеры. Спасибо вам, что присоединились к нам сегодня. Благодаря вам мы можем выходить в эфир. Мы стараемся оплатить наше эфирное время на год вперед, чтобы ежемесячные выплаты не давили на нас. Такова наша стратегия. Наша программа снова выйдет в эфир на следующей неделе, как обычно. Мы поговорим о значении еврейского Нового года.